Турецкий истребитель наводили на Су-24 с земли. Пилот выжидал, прежде чем нанести удар по нашему бомбардировщику. А автор видео с крушением самолета знал время и место атаки. Об этом заявил сегодня главком воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Бондарев. Представленные военными доказательства у Александра Лякина. Два турецких истребителя поджидали наши бомбардировщики больше часа. Сирийские РЛС видели, как они баражировали на высоте 2400 метров и наблюдали за парой Су-24, наносивших удары по позициям боевиков и по бензовозам. После очередного захода на цель, когда наш самолет сбросил последние бомбы и начал разворачиваться в сторону аэродрома, один из истребителей резко изменил курс и пошел в атаку. Об этом сегодня рассказал журналистом главком ВКС Виктор Бондарев. После сближения турецкого истребителя с самолетом Су-24М на расстоянии равном дальности пуска ракеты 5-7 километров, что свидетельствует о нахождении самолетов В-16 над территорией Сирийской Арабской Республики, истребитель выполнил резкий маневр вправо со снижением и пропал с экрана индикатора воздушной обстановки. То есть истребитель выжидал, когда Су-24 приблизится к границе на минимальное расстояние и рванул вдогонку. Как говорят наши военные, на этот маневр ему потребовалось 1 минута 40 секунд. При этом В-16 летел по прямой, то есть его наводили на цель с земли. Но он все равно не успел выпустить ракету с территории Турции и на 2 километра залетел в Сирию. После атаки он резко развернулся и прижался к земле, то есть знал, где находится и чем ему это грозит. Действие же турецкого самолета после пуска ракет на территории Сирии, форсированный развод от потери высоты и уход под нижнюю границу зоны обнаружения средств ПВО, также говорит о вероломности и плановости действия экипажа. При этом средствами эффективного контроля аэродрома Хмимим и самолета ведущего не зафиксировано ни одного запроса экипажа турецкого самолета в адрес наших летчиков на оговоренной ранней частоте. И чистота, и маршруты полета – все это было оговорено больше месяца назад специальным меморандумом, подписанным Министерством обороны России и командованием Западной коалиции. Но то, что было дальше, весь мир увидел уже через полтора часа. Качество видеосъемки и скорость, с которой она попала в сеть, свидетельствуют, по мнению военных, о том, что провокация готовилась заранее. А оператор знал примерное время и место начала атаки. Оперативное появление в месте приземления пилота банд боевиков и публикация видеоролика с данными происшествиями в интернете через полтора часа свидетельствует о заблевременном информировании террористов, о готовящейся провокации для ее видеодокументирования и размещения снятых материалов в социальных сетях интернета. Полное бездействие турецкой стороны после падения самолета вызвало у нашего командования недоумение. Сбив, как уверяют турки, неизвестный чей самолет, они не сделали попытки связаться с российским командованием, чтобы разобраться в ситуации. Также хочу особо обратить ваше внимание, что от турецкой стороны после трагедии не последовало ни извинений, ни предложения помощи в поиске и эвакуации экипажа. Главком ВКС еще раз подтвердил, что сразу после того, как наш штурман оказался в безопасности на аэродроме, по месту его поиска был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар, под который попали боевики, стрелявшие в пилота, а также неизвестные группы спецназа, оснащенные специальным оборудованием. Александр Лякин, Виктор Аверин, Дмитрий Жгенти, Первый канал. О правоте российских военных в этой истории говорят уже иностранные специалисты, которым обращаются за комментариями авторитетные зарубежные издания. Вот оценка профессора Нью-Йоркского университета Марка Галлиотти для британской газеты «Гарден». То, что турки сбили российский самолет через 17 секунд, причем по личному приказу президента страны Реджепа Таипа Эрдогана, свидетельствует о том, что Турция ждала, когда российский самолет подлетит достаточно близко к его границе. Субтитры создавал DimaTorzok